Микс Ньюс Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит, и тебя тоже вылечит. Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы начинаем вместе с вами Новый год наших передач с Вадимом Родионовым. Да, звучит как-то очень закругленно. И фантастический, я, кстати, недавно об этом подумал. Когда в детстве читал фантастический роман, оказалось, что 2020 год – это слишком далеко. Это было время космических перелетов, звездолетов, инопланетян и так далее. Кларк Саймак, Гарри Гаррис. Мы вас поздравляем с праздниками, с Новым годом, со всеми Рождествами, с Ханукой. И кто только что не прав. Вообще, все, что люди празднуют, в радость со всеми вас поздравляем. О чём мы будем сегодня говорить? Вопрос, который очень часто возникает у меня с моими пациентами по ходу терапии. Когда есть два варианта. Или человек приходит и говорит, вы знаете, я боюсь всем начать заниматься, потому что я боюсь узнать о себе что-нибудь такое, чем потом мне будет очень тяжело жить. Ну, вы же психотерапевт, в людях раскапываете всякие ужасные тайны. И вдруг вы что-нибудь такое найдёте, а чего-нибудь очень страшно. Это один вариант. И второй вариант. Когда человек по ходу терапии вдруг понимает, что он на протяжении своей жизни совершил какие-то ошибки. Вдруг понимает, что он был жесток своим близким. Вдруг понимает, что из-за неких своих проблем он натворил вещей, которые до сих пор сказываются на его отношениях с людьми или на тех людях, с которыми он был близок. Это осознание иногда очень-очень болезненно. И как с этим дальше жить, человек не знает. То есть человек это до работы с психотерапевтом не осознаёт? Или он это осознаёт, но прячет где-то в глубине своей души и пытается туда просто не заглядывать? Я думаю, что чувство вины – это извечный враг человека, с которым человек всегда сражается. И, естественно, кто-то, наверное, осознаёт. А кто-то, когда только мелькает намёк на это чувство, человек находит себе массу объяснений. Ну, во-первых, есть, как мы все уже знаем по ходу наших передач, есть то, что называется механизм защиты личности, когда человек с помощью, не нарочно, но с помощью самых разных способов пытается снять это напряжение. Вытеснить и забыть. И масса других. Рационализация. То есть попытаться какими-то якобы рациональными аргументами объяснить, ну, почему так получилось. Генерализация, есть обобщение. Ну, у всех так бывает. Не я один, не я первый, не я последний. Интеллектуализация с помощью различных замысловатых пассажей из религиозных учений, из философских учений, тоже найти этому некое объяснение. И таким образом снять эмоциональный накал, обезвредить. Но ведь мы в одной из передач как раз говорили о том, что чувство вины – одно из самых разрушающих в человеке. И часто оно бессмысленно, по большому счёту, насколько я помню. Я думаю, что здесь не должно быть крайностей. Сказать человеку, что вообще ужасно и недопустимо испытать чувство вины, было бы странно. Когда человек понимает, что он что-то сделал не так, что он осознанно или неосознанно причинил кому-то вред, он чувствует себя виноватым. Там есть чувство стыда, переживаний и так далее. Да, чувство вины, наверное, не так страшно, потому что потом ты из него делаешь некие выводы. Ты пытаешься исправить свою вину, ты пытаешься загладить последствия, ты пытаешься что-то изменить. А вот чувство вины, которое становится верным спутником, и чувство вины, которое преследует человека постоянно, по самым разным поводам, то есть оно фактически всё время ищет себе точку приложения. Вот это уже совершенно другая история. Эта вина не приносит ни пользы, не приносит облегчения, но действительно только разрушает. Как цитировал, здесь такой сериал «Элементарий» про современный вариант Шерлока Холмса. На мой взгляд, лучший вариант Шерлока Холмса. Джоан Ватсон. Да, Ди Холмс говорит, «Ватсон, я специалист по ядам и знаю всё, что можно знать о ядах, но я в жизни не встречал на Земле ничего токсичнее, чем чувство вины». И это, в общем-то, правда, потому что ничто так не может отравить жизнь самому человеку, а в общем-то окружающему, в итоге как постоянное хроническое чувство вины. Вот я сейчас смотрю сериал «Мессия» новый, который Netflix выпустила. Там как раз тоже эта тема поднимается посредованно, потому что один из израильских агентов спецслужбы, он как раз периодически возвращается к некой загадочной истории с мальчиком, который отравляет ему жизнь. Что-то произошло, я ещё не знаю, спойлерить не буду в эфире нашего, но, видимо, что-то случилось, этот мальчик погиб, и этот человек не может себя простить. И из-за этого у него разлад в семье, он ушёл от жены, постоянные скандалы, потому что это чувство постоянно его преследует. Ну, там как раз на это акцентировано внимание. Она разрушила не только его, но и его жизнь, и жизнь его окружающих. И это, естественно, и закономерно, потому что если человек не живёт, как Робинзон Круз на необитаемом острове, его вина, его разрушение собственной жизни обязательно скажется на тех, кто рядом, на тех, кого он любит, кто любит его и так далее. Так вот, возвращаясь к моим пациентам. С первым случаем всё несколько проще. Человек, который пришёл и говорит, я хочу с собой поработать, но я очень боюсь, что я узнаю о себе что-то страшное, он уже пришёл. Ему страшно, но он пришёл, он обратился за помощью, и он уже становится на такой путь, в котором, ну, не знаю, пафосно, может, путь к себе самому, путь узнавания себя. То есть он сделал этот маленький шаг, да? Да, не знаю, как человек, который углубляется куда-то в джунгли или в какую-нибудь неизведанную простору, ему страшновато, но он, тем не менее, этот путь начинает. Ожидание события часто, как мне кажется, страшнее самого события. Может быть, страшнее, может быть, заслата в общем. Но прийти к психиатру, или, по крайней мере, решить прийти к психиатру, мне кажется, иногда страшнее, чем, собственно, уже после того, как ты туда пришёл, переступил порог и начал разговор. Или как зубной, например, и так далее. Мы все наделены бесстрашием Фёдора Конюхова. И все способны погрузиться в какую-нибудь лодочку и поплыть в ней через океан. Здесь вопрос преодоления ещё, наверное. И это тоже. Но человек, который пришёл и начал говорить, это уже часть преодоления. И вот эта идея о том, что я боюсь узнать себе что-то страшное, та же, как идея о том, что я узнал, что я совершил нечто страшное, и эта идея не даёт мне покоя, чем-то мне напоминает историю из Библии, историю первородного греха. То есть Адам и Ева совершили тот самый первородный грех, и за них теперь, за их действия, лежит ответственность на всём человечестве. Да, и фраза «И в муках вы теперь будете рожать детей». Да. Это к женщинам относится. Это мне кажется, что у очень многих людей есть свой первородный грех. Он не имеет отношения к Библии, они вряд ли возводят его к Адаму и Еве, но, тем не менее, ощущение какого-то загадочного древнего греха, загадочной древней вины, которая, может быть, даже не осознаётся, но как привкус. Знаете, какого человека горчит во рту, и всё, что он ест, имеет привкус и горечи. Вот здесь то же самое. Это чувство вины даёт привкус, который окрашивает все радости твоей жизни. И человек, который пришёл и начал работать, ну, мы все, наверное, кто был в кабинете у психотерапевта, знают, что чем совершенно точно не занимаются психотерапевты – это осуждение. Людям в это всегда трудно поверить. Любимая фраза «Нет, я понимаю, конечно, что вы, как профессионал, меня не имеете права осуждать и не будете, говорить, но вы же человек». И в душе. Да, и вы же меня слышите. И где-то наверняка вы обо мне что-то думаете, думаете плохое, потому что я совершил какие-то ужасные вещи, потому что я несовершенен, потому что я слаб и так далее. И человеку требуется всегда некоторое время, чтобы адаптироваться в условиях, ну, таки понимает, что его никто не осуждает. Но и несмотря на то, да. Нередко, как мне кажется, первый сеанс у психотерапевта достаточно болезненный для человека. То есть он выходит со слезами на глазах, это может быть, потому что он же оголён перед, в какой-то степень чувствует себя оголённым. И вот эта вот адаптация к этому разговору, она тоже не всегда легко проходит. Первый сеанс не всегда болезнен. Есть люди с разными подходами. Первый сеанс иногда, может быть, шокирующим и полным каких-то открытий. Ко мне как-то пришёл человек, который вообще пришёл поговорить о своей жене, а не о себе. Волей-неволей разговариваю, как-то затронули его биографию, он по нему шкурил о себе. И на следующий день он мне позвонил и сказал, я думал, ваша терапия так, поболтать, а я всю ночь не спал после наших разговоров, сказал мне недружелюбно. Это открытие, это возможное облегчение ощущения, что, оказывается, здесь тебя слушают, есть кто-то, кто тебя слушает, и можно разговаривать. Иногда для кого-то это, собственно, да, попытка открыться настолько болезненным опытом, что человек звонит и говорит, вы знаете, я переоценил свои возможности, я, пожалуй, больше не приду, я возьму паузу и когда-нибудь вам позвоню. Бывает и так. Но, опять, начало терапии, у него есть какие-то свои стандарты. Как бы это ни звучало, люди все уникальны, но свои стандарты, стереотипы, развитие, сближение человека с собой, это понятная история. А вот когда человек вдруг, прислушавшись к себе, понял, что он действительно совершил нечто, что такое плохое? Нечто, что принесло травмы его близким, нечто, что принесло травмы его детям, родителям, жене, кому угодно, мужу. То есть к нему пришло осознание того, что он нанёс кому-то боль, причинил травмы? Да, и это осознание может быть очень катастрофичным, это осознание может быть очень тяжёлым, как будто человек долгое время успешно объяснял себе какие-то вещи, прятал их от себя, был с собой. Ну, в общем-то, в кажущемся согласии. Такой панцирь слетел, получается? Ну, я вот подчёркиваю, в кажущемся, потому что если бы было подлинным согласием, человек не пришёл бы на терапию. Значит, человек некомфортный, что-то у него внутри, как хотите, болит, зудит, что-то стучится, просится наружу. Человек пришёл, начал разговаривать, и вдруг осознал, что произошло. И вот, естественно, первое, что обрушивается на человека, это та самая вина. Что она обрушивается, что она по-разному. Есть люди, которые… Ну, в терапии мы обычно… Терапевт не говорит больше, чем говорит пациент. Терапевт говорит, поначалу столько же, потом меньше, меньше и меньше. Очень интересная зрелища, когда человек, вдруг озвучив что-то, на его взгляд, неприглядный в свой адрес, тут же начинает сам с собой спорить. Ну, почему спорит сам с собой? Он, естественно, спорит с психотерапевтом. То есть он пытается объяснить? Он говорит, нет, а что вы от меня хотите? А что? Ну, такая у меня была жизнь. Так уж получилось. То есть это механизм защиты срабатывает? Разумеется. Человек сразу защищает, естественно, от самого себя, от своего чувства вины. То есть это очень интересный терапевт, который сидит и молчит, или просто вопросы, вдруг становится чем-то вроде прокурора, которому очень хочется возражать. А может быть, судьи? Может, судьи, может, того, кто... Для начала появляется прокурор, который обвиняет. Судья тут где-то в конце выносит приговор. И, естественно, и прокурор, и судья встроены в самого человека. Он просто не очень понимает. То есть это игра с самим собой и разговор с самим собой? Ну, терапевт – это всегда, в общем-то, переводчик между человеком и им же самим. Терапевт – это зеркало, отражающее его эмоции. Его мысли, возвращающих обратно в каком-то более осознанном виде. То есть получается, что это посредник для диалога. Причём вот этого даже монолога в какой-то степени. Потому что человек разговаривает с самим собой, при этом пропускает и через психотерапевт. А для чего ещё нужен психотерапевт? Психотерапевт – не проповедник. Психотерапевт – не гуру, который вещает... Но ведь многие ищут проповедника и гуру. Когда они приходят, психотерапевт, и говорят, почему он так мало говорит? Почему он практически не дает советов? Вот это, кстати, очень популярно. Советов просят. История. Говорят, хотелось бы, чтобы вы, доктор, говорили больше. Хотелось бы, чтобы мне разъяснили, где мои ошибки, что я сделал не так. Это первые бурные реакции. А во-вторых, мы поговорим после небольшой паузы. Хорошо. Программа «Диагноз недели». Мы продолжаем наш разговор. В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов. И звукорежиссёр Родион Золотарёв. Говорим мы сегодня о чувстве вины в рамках психотерапии. У нас есть первый звонок в рамках этой программы. Добрый вечер. Да, Лариса. Здравствуйте. У меня у мужа, у него было всю жизнь до самой кончины чувство вины. У него отец попал в больницу. В четверг он у него был в больнице. Потом в воскресенье что-то он завозился и не пошёл. И в ночь в воскресенье на понедельник он умер. И вот у него всю жизнь он мне вспоминал, вот я не пошёл. Как мы ему не объясняли, что он бы всё равно, отец умер. Был бы ты в воскресенье или нет? Там уже были все показатели к этому. Но он всё равно, у него это гвоздё в голове сидело. Может быть мы иногда сами себя накручиваем? Спасибо. Спасибо. Ну вот, кстати, пример очень показатель. Я позволю себе предположить, Лариса. Ну, во-первых, мы все знаем, когда кто-то из близких умирает, какое-то чувство вины мелькает всё равно. Чувство потери, чувство вины. Что мы что-то не договорили, что-то не успели, что могли ещё что-то сделать, что могли чаще видеться, что могли то, то, то и то. И это понятная история. В Татаровске предположу себе, что если ваш муж так никогда не мог себе простить этого, наверное, был человеком, в котором на более глубоком каком-то уровне уже жило чувство вины. Почему оно было, это, наверное, никто уже не узнает, может только догадываться. Но думаю, что смерть отца была, увы, очень подходящей точкой, поводом, чтобы чувствовать себя виноватым и терзать себя и снова, и снова. За что, может, так себя терзал? Как повод такой ещё дополнительный стимул? Я думаю, что это не причина. Ну, потому что со смертью близкого человека это скорбь, да, и вина, да, но обычно всё-таки эта вина уходит. То есть, человек себя терзает и бичует виной постоянно, значит, это только повод. Значит, он изначально живёт с чувством, с тем самым первородным грехом, если можно так выразиться. Но чувство вины, как оно формируется? Потому что понятно, что все мы не безгрешны, если даже говорить такое религиозное, даже со светской. Точки зрения у всех, у нас есть какие-то поступки, какие-то слова, произнесённые или непроизнесённые, которые, наверное, делают нас неидеальными людьми. Все мы в течение своей жизни совершаем ошибки, проступки, делаем какие-то не очень хорошие вещи. Вот как формируется чувство вины, и от чего зависит, что это чувство вины станет таким глубоким, всеобъемлющим, подтачивающим нас? Что должно произойти? Когда стыд переходит в вину. Наверное, формируется оно… Стыд – это, на самом деле, с самим собой отношение. Стыд – это между человеком, как говорят, тебе должно быть стыдно, стыдись. Это человек, который сам собой. Вина, она перед кем-то обычно. Но нам же стыдно часто бывает из-за того, что мы сделали по отношению к кому-то. Стыд и вина вполне уживаются в одном и том же человеке. Но стыд – краткосрочный, как мне кажется. Более того, то, что сейчас, в общем-то, исчезло из практики наказания, если мы вспомним на протяжении человеческой истории, была масса наказаний, связанных со стыдом и виной. Позорный столб, колодки, в которых закупствовали где-нибудь на площади, публичное… Унижение. Публичное унижение, публичное лишение, вот как Достоевский, которого сломали шпагу над головой. То есть, очень важным элементом был публичный процесс, когда тебя опозорили. Этой вина показана всем. Это осталось в прошлом. В советские времена это всё выродилось в стенгазету «Позор тунеяцу и пьяницу». И комсомольские собрания. Да, ну… Такие отсуждающие, за аморалку и так далее. Прописочие, да. Вина формируется, очевидно, и стыд, когда тот человек совершил, в итоге приходит в конфликт с его собственной системой морали, системой моральных ценностей. А вот когда становится всеобъемлющим, это или когда человек совершил что-то, на его взгляд, ужасное, что-то, не поддающееся прощению, или, как я уже говорил, когда человек с чувством вины, который обычно формируется с самого детства, живёт постоянно и долго. То есть ты виноват уже в том, что родился? Ты с детства так случился, ты всё время был в чём-то виноват. И эта вина в тебе прижилась прочно. Ты был виноват во всём. Ты был виноват, что у мамы была тяжёлая беременность. Ты виноват в том, что родители якобы из-за тебя страдали, всем жертвовали, всего лишались. Ты виноват в том, что мама хотела сделать аборт, что она не забыла тебе сообщить. Но не сделала. И вот из этого она всю дорогу страдала. То есть уже ребёнок изначально получает эту программу? Да, там много всего. Ты недостаточно хорош для. И вот с этим... Не оправдал ожиданий, не оправдал надежд и так далее. Кто-то в этой ситуации живёт с этой виной всю жизнь и вечно перед всеми извиняется, и вечно чувствует себя виноватым, и вечно пытается какую-то вину искупить. Кто-то, наоборот, включает другую защиту и категорически отказывает себя признать винатым хоть в чём-то. Что бы он ни натворил, у него вся будет винатым кто-то другой. Есть такое понятие – внешне обвиняющая позиция. Но при этом человек страдает чувством вины. Он его очень сильно прячет куда-то. То есть такая бессознательная система защиты. Да. Что обычно мы делаем с чувством вины, которое у нас возникает? Ну, естественно, мы уже упомянули о разных видах защиты. Люди очень склонны к самооправданию. Это не худший способ, на самом деле. Я всё могу объяснить. Да, так это примерно. Есть оправдание себя через понимание себя. То, что мы делаем в терапии, когда мы понимаем, почему совершили той или иной поступок. Когда мы понимаем, почему мы такими выросли, так сложились. То есть это не значит, что мы себя снимаем в всяческую ответственность. Мы себя понимаем. И там, где приходит понимание, заканчивается, по-настоящему пониманию, заканчивается бесконечное бичевание себя или бичевание окружающих. Потому что тот, кто отрицает собственную вину в чём-то, он часто начинает искать вину во всех вокруг. Он будет всех осуждать, всех критиковать, во всех находить недостатки и пороки. И сам будет ощущать себя, по крайней мере, пытаться презентовать окружающий мир, что это святее Папы Римского. То есть это компенсация получается? Конечно. Конечно. Это, ну, можно это проекция, если хотите. Когда то, что мы испытываем сами, мы проецируем на окружающих и осуждаем их за это. То есть получается, что смотрю тебя как в зеркало, в этом смысле тоже актуально. Да. Просто не принимают для себя. Дальше приходит такая вещь, как раскаяние. Раскаяние – очень, на самом деле, понятный механизм. Ну, все, наверное, слышали, есть такая программа «12 шагов». Да, это «Зависимость». Или Миннесотская программа «Зависимость». Борьба с зависимостью. Где люди, в числе всего прочего, признают для себя, что они в силу своей зависимости причиняли боль, причиняли какую-то боль зло своим близким и хотят искупить это. Здесь есть тоже некий понятный механизм. Я раскаиваюсь в том, что я сделал. И я хочу перед теми, кем я говорю, хотя бы извиниться для начала и попытаться по возможности возместить тот ущерб, который я им причинил. Ну, это как из Библии раскаившийся грешник, получается. Да, да, но тут возникает очень двусмысленная ситуация, когда мы перед кем-то каемся, чувствуем себя виноватыми. Ну, во-первых, если чувство вины всеобъемлющее, всегда ли мы каемся там, где нужно каяться. Во-вторых, мы бы это тоже неоднократно говорили, чувство вины одного человека для кого-то будет прекрасным способом манипулировать этим человеком. То есть можно жать на эти болевые точки. Да, да. То есть человек должен постоянно и бесконечно искупать свою вину. И она на самом деле неискупима, просто ему об этом не сразу говорят. Но если возникает какая-то ситуация, он напомнит. А помнишь? А помнишь, как ты мне поступил? А помнишь, что ты мне сделал? И человек, который со своей виной не разобрался, это делает постоянным хроническим должником. И он становится зависим от этого? Это как долг, вина, на который набегают снова и снова бесконечные проценты. Ты пожизненно должен их отдавать. Но это путь к депрессии. Это обязательно депрессия является частью этого. Потому что бесконечная вина не может не привести к депрессии, к тревоге, к катастрофическому осознанию своей ненужности, своей порочности и так далее. Я этот пример когда-то приводил. Я был пациент, у которого были проблемы в сексуальных отношениях с женой. И жена этим пользовалась во всём. Чуть что она начинала говорить о своей горькой доле. И поэтому она бесконечно ездила сама на различные курорты и в разные путешествия. Муж зарабатывал деньги, муж дома мыл посуду, муж дома мыл пол. В общем, у неё было взвалено всё, потому что у неё горькая доля. Поэтому он должен бесконечно не искупать. Это такая жестокая форма, конечно. Жестокая. Манипуляция. И когда я спросил этого человека, а если он пожизненно перед ней виноват, то почему он до сих пор с ним? Если с ним так плохо и бессмысленно, почему он до сих пор с ним? И каков смысл отношений, где он постоянно искупает вину, которая не от конца? Человек задумался, вступил в некий диалог в своей семье, что-то стало меняться, насколько я помню. Так вот, раскаяние – это осознание своей вины, осознание каких-то этических нарушений, которые ты совершил. И для религиозных людей это имеет отношение к их диалогу с Богом или со своим священником. Для нерелигиозных людей раскаяние может быть диалогом, естественно, с самим собой, естественно, с тем, кем ты чувствуешь себя виноватым, или диалог с кем-то, кому ты доверяешь. Это твой психотерапевт, это твой близкий человек, который просто можешь поговорить о том, что думаешь и чувствуешь. Ну, раскаяние – это исцеляющая история, по большому счету? Ну, она облегчающая душу. Есть еще такая вещь, как покаяние, вот это, мне кажется, чисто религиозная история, когда ты должен совершить покаяние, ты должен… У тебя накладывают какое-то искупление, ты должен принять решение не повторять ошибок, которые ты совершил. Двенадцать подвигов Геракла, как мы помним, это тоже искупление. Это искупление, но там не звучит покаяние. Да, я тоже не заметил, но искупление было. Пройди некий ритуал для того, чтобы… Да, очиститься. Отчиститься, да. Свободу с чистой совестью, наверное, так это может быть. Причем, Двенадцать подвигов Геракла, как мы помним, на самом деле, это была такая грязная игра, потому что Геракла изначально ненавидела богиня Гера, которая… Ну, он не виноват, по большому счету, в общем, был в неадекватном состоянии. Ну, на него насылали какое-то безумие, в котором он убил своих детей и так далее. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, я вам хотел сказать, без случая, может, один будет больше про чувство вины, а один, ну, больше под такой терапевтический процесс. В общем, был период моей жизни, когда я употреблял, ну, скажем так, не совсем легальные вещи, випе-часа. Вот, и я этому, я, ну, поделился с этим со своим психотерапевтом, с женщиной. И она так, ну, или она промолчала, или спрашивала что-то про моих мотивов, может, я, ну, нехорошо чувствую как-то себя без этого всего. Вот, и параллельно я шел в групповой терапии, где я тоже поделился с этим, но там была другая реакция. Ну, будь осторожен, знаешь, ну, все-таки, и так далее. И вот это, ну, первое, где я был в индивидуальной терапии, это мне как-то помогло осознать, что и почему, и, ну, я прекратил, ну, любоваться вот этими випе частами. Ну, я сам до этого дошел и понял, что и почему. А второе, у меня вызвало такое, что я больше не хотел делиться. Ну, как-то об этом в актриле не принято говорить, или есть предрассудки у терапевтов, ну, значит, я это, ну, вот, этого оставлю у себя. Да, какой у вас вопрос, может быть? Что, пожалуйста? Будет ли у вас вопрос? Или просто вы хотели оиспределиться? Да, да, и, ну, это такой, да, и вопрос. Очень кратко вам расскажу. Я проведенился, ну, вот, перед одним родственником, пошел в православную церковь, ну, и я покаялся, и в конце мне сказали, ну, знаешь, я не могу тебе просить просить твои грехи, потому что ты не православный. И думаю, ну, что это такое, это бюрократа, или, ну, как-то я вот этим разочаровался. Да, спасибо вам. Вот такая история. Ну, история, насколько я понимаю, из трех частей истории. Индивидуальной терапии, групповой терапии и церкви. И церкви. Если я правильно понимаю, индивидуальная терапия – это то, где человек работает достаточно глубоко с собственной личной историей, с тем, откуда берутся проблемы, от которых он ушел в зависимость, понимание себя и так далее. Групповая терапия – ну, она многоликая вещь. Но если это что-то типа анонимных алкоголиков, или анонимных наркоманов, или это что-то в ртуре-саминнесотской программы, у групповой терапии именно в стиле «12 шагов» есть очень четкое применение. То есть люди исследуют механизмы зависимости, люди делятся друг с другом, потому что у них схожие судьбы, они друг друга лучше понимают. Обычно людям в такой группе назначают то, что называется спонсора, человек, который уже с некоторым опытом, и он может начинающего человека как-то вести, подсказывать и так далее. Кстати, в сериале «Элементарно», который мы упоминали, очень хорошо показано, как это работает. Но, опять, наверное, групповая терапия не для всех. Есть люди, которые в таких местах чувствуют некомфортно, неплохо их осуждают и так далее. Церковь – история такая. Очевидно, это было по принципу «свой-чужой». Своим мы можем отпускать грехи, а вы из чужой какой-то системы идите в свою систему. Ну, это не очень справедливо, мне кажется, как раз. Не по-христиански. Звонок? Да. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Владимир, меня зовут. А вы скажите, пожалуйста, вот вина и оборотная сторона обвинения. Вот вина – это обычно у рефлексирующих людей, вот с самоанализом, копание в себе. А вот обратный тип людей, которых абсолютно нету ни критического самоанализа, ничего. То есть люди сильные, волевые, со стержнем. Они всегда кого-то обвиняют. Но вы уже упоминали таких людей сегодня. Но это люди, которые, значит, вот те, про которых я говорю, те, которые просто, вот у них нету ни комплекса, ни взгляда назад, ни анализа. Они просто жестко знают, что виноваты там родители, дети. И вот с этими людьми общаясь, когда им задаешь вопрос, ну а кто-то был прав? Кто-то вот, кого-то может привести в пример, как вот, значит, человек, который себя устраивал, удовлетворял. Вот я замечал, у них недоумение. То есть вот простой вопрос ставит их в недоумение. И вот с этими людьми как общаться? Как можно что-то попытаться изменить в отношениях с ними? Что бы вы посоветовали? Спасибо. Я думаю, Владимир, у вас путаница с терминологией. Те, кого вы описали, люди не склонные к анализу, абсолютно уверенные в своей правоте, никогда ни перед кем не виноваты, не извиняюсь, это точно не сильные волевые люди. Сильный волевый человек со стержнем. Ну, это такой образ со стержнем. Сильный волевый человек, мне кажется, это тот человек, который не боится чувства несовершенства, не боится признать свою вину. И уж, конечно, это совершенно не противоречит тому, что человек анализирует себя. А то вы описали каких-то роботов. Но, скорее всего, то, что вы имеете в виду, человек, который никогда не извинится, не анализируется, это нарцисс. Это человек абсолютно уверенный в своём совершенстве, абсолютно уверенный в том, что все окружающие должны им восхищаться и внимать ему, затаив дыхание, и уже он точно по определению ни перед кем, ни в чём не может быть виноват. Но нарцисс и сильный волевой человек – это совсем не всегда одно и то же. Ну, с этими людьми как строить отношения и как разговаривать? Мы неоднократно поднимали тему нарциссов и нарциссизма в нашем эфире. Это сложно. Я, честно говоря, думаю, что с нарциссами не надо строить никаких отношений. То есть, избегать и исключать? Надо понимать, с кем ты имеешь дело. Нарциссизм, знаете, как вот есть расстройство аутического спектра, достаточно широкий спектр, то есть, конечно, острый нарциссический невроз, есть люди с некоторыми нарциссическими чертами, с ними можно поступать в диалог. Человек абсолютно не готов тебя слышать, абсолютно не готов критически себя воспринимать. Если у вас есть выбор, просто не надо иметь с ними дело, даже спорить с ним бессмысленно. Еще раз, звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Ну, вот Гассейн Розенгмасов, если возможно, второй раз. Вот абсолютно с вами не согласен. Просто люди не любуются собой, они жестко идут по жизни. Они не смакуют, не наслаждаются. Вот волевые сильные люди, утверждаю это, я знаю нескольких людей. Это, к сожалению, ну, для меня, к сожалению, это мои близкие люди. Они просто вот, они очень волевые, очень сильные, их уважают на работе, в коллективе. Но они без самоанализа. То есть, они не вот просто идут жестко. Да, мы поняли вас. Ну, я не знаю, наверное, у вас с вами разные представления о людях. Я думаю, что в той или иной степени самоанализ свойственен любому человеку, который есть интеллект. Но вообще функция анализа, она распространяется и на окружающий мир, и на себя самого, естественно. Но это ваши подсчеты жестко, бескомпромиссно идут. Но это, похоже, кому-то, не знаю, роботы, железного дровосека, еще кого-то. Или вы этих людей не очень хорошо знаете, или я что-то не знаю, или вы мне не можете полностью изложить эту картину. Но люди, не склонные к самоанализу, жесткие, негибкие и куда-то идущие одним маршрутом, это что-то... В этом есть уже некая... Ну, простите меня, ущербность. Негибкость. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте, Сергей. А персонаж Трампа – это нарцисс или там еще что-то хуже? Спасибо. Вот и политика большая пришла в нашу программу. Я не склонен ставить диагнозы, для которых я знаю, по прессе и так далее, но Трамп – политик, я этим все сказан. Трамп – человек... И вот где в ней есть какие-то нарциссические черты, наверное, но, увы, имея дело с политиком, мы никогда не знаем, что он на самом деле думает, что он имеет в виду и во что он верит. Поэтому я не готов ставить диагнозы господину Трампа, а вдруг меня тоже какой-нибудь ракетой накроют. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим нашу программу. Встретимся в следующий понедельник с Риэлем Резник-Мартовым, врачом-психиатром, ведущим программу «Диагноз недели». Я же с вами не прощаюсь, мы встретимся через час в программе «Вечерный интерактив». Впереди у нас программа «Открытая кухня» с Валерией Ивановой. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин